И без паники своим пациентам им приходится нередко, ведь они врачи-стоматологи. Но накануне понервничать с кресла пришлось им самим. Только это были кресла в самолёте, который уже готовился ко взлёту. Языки пламени, вырывающиеся из правого двигателя Боинга, который должен был лететь из Внукова в Махачкалу, не на шутку перепугали пассажиров. Трое медиков, сидевших у аварийного выхода, решили не ждать, а действовать. Люди, бегавшие по салону в разные стороны, они звали на помощь. Куда нам выйти? Они звали экипаж. И ни один человек даже по громкой связи не откликнулся. Все люди подбежали к нам с криками «Откройте эту дверь». В этой ситуации, не видя рядом особо никого, кто мог бы это сделать вместо нас, и понимая, что ситуация такая критическая, приняли решение, что это будет самым лучшим вариантом. Но авиакомпания «ЮТЕЙР» с пассажирами, открывшими аварийный выход, не согласилась. Экипаж вызвал полицию, та составила на всех троих акт о нарушении правил поведения на борту. Я баловался, типа, как ребенок, типа, за хулиганство. Я говорю, я же этого не делал, я же не специально ее открыл-то, я же открыл для того, чтобы помочь людям. В «ЮТЕЙР» информацию о возгорании двигателя опровергают, а инцидент объясняют так. Сильный порыв ветра спровоцировал выброс пламени из силовой установки. Безопасности пассажиров и самолета это не угрожает. Пилоты стандартно устраняют такой выброс, снизив обороты двигателя. Произошел помпаж двигателя. Если по-простому, это когда воздуха мало, а топлива много, и оно догорает уже в сопле. Отсюда и огонь. Подобные явления случаются нередко, но в современных самолетах есть специальные системы, которые позволяют не довести ситуацию до критической. С проблемой могут справиться и сами пилоты. Куда опаснее паника в салоне. Естественно, выброс пламени, пассажиров увидели, и никто же их не предупредил, что это просто помпаж двигателя. Ребята, не волнуйтесь, через две минуты пройдет перезапуск, и полетим дальше. А пассажиры сидят, смотрят, как сумасшедшие носятся проводники по салону. Но экипаж молчит, командир молчит. Что они могли подумать? Оценку экипажа я ставлю два. Проводникам кол. Свою оценку ситуации, произошедшей во Внуково, намерены дать и в транспортной прокуратуре. Там уже начали проверку. Субтитры сделал DimaTorzok